Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 апреля. Вот я пришла поработать в теплицу, но вернее не поработать, полить последние свои вот эти вот сеянцы, саженцы. И как раз хочу ответить на несколько вопросов. Сейчас прочитала комментарии и хочу, не откладывая в долгий ящик, прям вот выписала. Так, Лариса Гатаулина спрашивает, нужно ли чем-то подкармливать рассаду до пикировки? Она у вас очень красивая. Вот этот вопрос волнует всех начинающих огородников. Сейчас вот нас избаловали эти магазины садовые, там такое количество средств вот этих. И блогеры все, ну прям хором поют. Сделайте эту подкормку, иначе рассада не вырастет. Подкормите этим, полейте этим. Я в противовес им, кто смотрит мои видеоролики уже очень давно, я каждый год говорю, подкормка рассаде не нужна ни до пикировки, ни после пикировки. И у меня вот здесь вот ни разу она не подкормленная. И то, что она красивая, это сейчас она такая красивая, да, она выросла, она здесь, ой, подождите, окрепла. У нее толстые стволики, у нее, смотрите, прям мочалка корневой системы. Ой, вот так сейчас повернемся на свет. Вот она. Ни корневую систему искусственно не увеличиваю, ни вот эту зеленую массу искусственно не увеличиваю. Вот это томат, и эта вся рассада, вся до одной, она выращена естественным способом. И я начинающих хочу даже предостеречь, уже сейчас очень много приходит комментариев, что помогите советам или окажите помощь. Полила вот этим, полила вот этим, добавила вот это. Рассада все равно, листья сохнут, желтеют, отваливаются. Я всегда говорю, что скорее всего они у вас желтеют, эти листья. От, наоборот, от обилия этих поливаний, добавлений, подкормок. Я сейчас расскажу, как выращиваю я. Все очень просто. Сею семена. Ну, конечно, лучше, чтобы семена свои. Я вот вас всех учила, кто в прошлом году, первый год зашел ко мне на канал и добавился. Всем советую, делайте свои семена. Это 50% успеха. 50% вот этого получения здоровой, крепкой, толстой рассады. И второе, делайте свой грунт. Это остальные 50%. Если мы сложим, то уже будет 100% успеха. А дальше только ваше трудолюбие, ваше внимание, ваша любовь к растениям. Без всяких подкормок, без всяких добавок. И корневая система вырастет прекрасно. И листья, все. Ну, смотрите, я вам показала вот здесь толстую. Как вот Лариса пишет, она у вас очень красивая. Но все ведь помнят, что еще месяц назад она у меня была не очень красивая. И которая сеяна позже. И сроки, у которой меньше, она выглядит. И вот так есть. Сейчас покажу где-то самую маленькую. А, вот они. Я показываю рассаду всякую. И красивую, и некрасивую, и дохленькую. Вот видите, какая разница. Это просто она моложе. Это просто она моложе. И просто в комнатных условиях нет сильно возможности вырастить толстую, здоровую рассаду. Я могла бы ее подкормить. Она бы стала такой же толстой, как вот с этой стороны. Но я никогда это не делаю. Потому что вот это все искусственное наращивание зеленой массы. Искусственное утолщение вот этого ствола. Это отнюдь не обозначает, что вот эта здоровая, шикарная ваша толстая рассада даст вам хороший урожай. Вот на эту я надеюсь. Я знаю все, что на ней, все, что в стакане, все, что наружи. Это все ее. Без всяких стимуляторов, без всяких там добавок, подкормок, удобрений. Это все вот естественное, как экологически чистое растение. Оно и даст хороший урожай. Конечно, я вот один раз, по-моему, эпином опрыскивала. Но скажу так. Я пользуюсь этими препаратами только в случае нужды. Действительно, когда они крайне необходимы. Я считаю, что их так и нужно использовать. И всем новичкам советую, используйте препараты только в случае, ну как в том случае, когда они действительно нужды. Я вот здесь опрыскивала эпином, когда была морозная ночь. Когда я боялась, что для них будет стресс, им будет сложно все это пережить. Это просто регулятор роста, повышение иммунитета. Это не подкормка, ничего. Больше я ничего здесь не добавляла. Но я опять же оговорюсь, что есть случаи, когда подкормка просто необходима. Я же говорила про свою ситуацию, что у меня и семена свои здоровые, сильные. И грунт я свой сделала плодородный, удобренный, хороший. Но ведь есть ситуация, когда у вас, например, бедненький грунт или какой-то некачественный. И семянки такие маленькие, мелкие, дохленькие. И сеянец еле-еле живой. Тогда, конечно, нужно применить эту подкормку. Но только, пожалуйста, не нужно переусердствовать. Иногда перекармливают люди. Лучше не докормить, чем перекормить. Это золотое правило подкормок. Повторяю, каждый год строго по инструкции применяйте. Никогда не превышайте дозировку. Иначе вы погубите и так свою хилую, слабую рассаду. Вообще рассаду можно вырастить безо всего. Может быть, многие сейчас меня осудят. Но я напомню, что когда еще 20, хотя бы 25 лет назад, когда я 30 лет назад, когда я начала заниматься огородом, не было никаких, даже садовых магазинов-то сильно не было такой развитой сети. Не говоря уж о том, что когда занималась моя мама, не было садовых вообще. Семена делали свои, грунт делали сами, ящики колотили сами. Вы помните, какие были помидоры вкусные, крупные? Я не предлагаю вам назад в сторону, назад от цивилизации, от эволюции, от развития, назад пятиться в прошлое. Нет, конечно, но все-таки подкормками нужно пользоваться вот этими магазинами очень осторожно и обдуманно. Я сторонник выращивания рассады естественной, без подкормок. И когда иногда у меня спрашивают, что вот рассада, как же одна женщина написала, вы демонстрируете вытянувшуюся рассаду, показываете свои ошибки в выращивании, что ли, ну что-то такое. Да, я знаю, что в комнатных условиях в сибирском регионе сложно вырастить здоровую рассаду, такую, как на Украине. Некоторые украинские блогеры, белорусские, показывают, что она у них здоровая. Она у них в теплицах изначально. У нас она изначально дома. И как только мы ее выносим в теплицу, поверьте, она догоняет и белорусскую, и украинскую рассаду, и даст такой же прекрасный урожай. Вот пальмы стоят красивые, колосятся, уже с бутонами, уже скоро зацветут, и все у нас будет хорошо. Без единой подкормки. Все, до свидания. Но это не значит, что вообще не надо делать. Вы должны понять меня правильно. Все нужно в меру, и только в крайних случаях, и только тогда, когда это действительно вам нужно. Ой, вот они, будущие помидорки. Красавчики, лохматики мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...